Беларусь – страна озерек, лесов, страна, в которой живут более 9 миллионов 200 человек. Страна, которую ценит и любит народ. И уживаются в синёка люди разных национальностей и вероисповедований. Беларусь – миролюбивое государство. И тот человек, которому нужно пристанище, найдёт его в нашей стране. И многие хотят стать белорусами. Сегодня 7 человек из 25, имеющих постоянный вид на жительство, в Ленинском районе города Бреста приобрели статус «беларусь». Они приехали из разных государств – России, Молдовы, Украины. И причины у каждого свои. Россиянин Александр Павлюсьюк присягу прочитал на белорусском языке. Я, Павлюсьюк Александр Павлович, доброфотно и свято-домо-набывающий громадянство Республики Беларусь, у рапшиста присягаю законовать и положать Конституцию Республики Беларусь и иншие акты законодавства, оборонять незалежность, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, быть патриотом Республики Беларусь, положать ей державные символы, духовные, историчные, культурные и национальные традиции, заховывать историчную память об героичном минулым белорусского народа, положать годность, правы, свободы и законные интересы лучших посол. Впервые в нашей стране проходит церемония приведения к присяге в белорусское гражданство, потому торжественность обязательно. Для Александра Павлюсьюка это решение было выверенным. Мы с дочкой уже несколько лет проживаем в Беларуси. Прекрасная страна, приятные, позитивные, замечательные люди. Поэтому, связывая свою дальнейшую жизнь именно с Республикой Беларусь, я посчитал логичным и, наверное, честным по отношению к государству стать гражданином страны. Вы единственный из тех, кто принимал присягу, прочитали эту присягу на белорусской мове. Почему? Это такая вот патриотичность, любовь к Беларуси? Да, это любовь к Беларуси, это некие внутренние убеждения. Дмитрий Фомин приехал в Брест из российской Костромы. Ему, как гражданному в Беларуси, представилась возможность стать гражданином страны. Я уроженец Республики Беларусь. И это моя давняя мечта переехать сюда и связать свою жизнь в дальнейшую с Беларусью. Все как-то не получалось. И вот в итоге мечта моя сбылась. Мы с моей семьей не так давно переехали. И решили уже полностью здесь стать полноправными, полноценными гражданами. То есть получить гражданство и дальнейшую свою жизнь связать с этой благословенной, синякой страной. Скажите, пожалуйста, семья тоже будет белорусской? Да, конечно. У меня два месяца назад родилась дочь здесь уже на территории Республики Беларусь. Стала на одну брестчанку больше. То есть купили дом, обустраиваемся. Принятие присяги не просто красивый ритуал. Не присягнувший гражданство не приобретет, а еще обязательным пунктом является сдача экзамена в виде теста на знание одного из государственных языков и еще. Присяга подразумевает обязательство и ответственность человека перед государством. Это обязывает ко многому, это надо прочувствовать. Это прежде всего самый мотив всей присяги – это патриотизм. Люди к нам приезжают и по рождению белорусы, и по браку. А некоторые ни разу не прожили на территории нашего государства и получили по указу президента это гражданство. Гражданство – недавность. Гражданство надо заслужить. Они заслужили его, находясь на территории Республики Беларусь. Присяга приводит их к какому-то осознанию важности этого момента. Гражданство – это практически на всю жизнь, и он вступает в большую семью белорусскую. И должен уважать наши традиции, чтить наши законы и выйти благопорядочным гражданином. Семь новых граждан нашей страны уже в скором времени получат паспорта и станут полноправными членами большой белорусской семьи.